Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Я Алла Есимовна. Здравствуйте. По последним данным пожар на складах завершился, но в то же время ситуация достаточно напряженная. Мы еще не вернулись в дома жителей, еще сохраняется ситуация, когда возможна дополнительная дедерация разогретых боеприпасов. Говорим о ситуации в Калиновке. Буквально через несколько часов после того, как там начался пожар, эвакуация в Виннице, собрались волонтеры, которые начали оказывать помощь людям, выезжавшим из Калиновки. То же самое начало происходить и в Одессе. О том, как волонтеры собирают помощь, поговорим прямо сейчас. Лолита Креницкая, активистка национального корпуса АЗОВ, у нас в гостях. Лолита, здравствуйте. Прежде чем мы перейдем к вашей сегодняшней эмиссии, хочу напомнить, что у нас проходит опрос. Тема нашего сегодняшнего вопроса. Взрывы в Калиновке. Это операция спецслужб Российской Федерации. Халатность военных или просто стечение обстоятельств? Номера телефонов для голосования на ваших экранах. Итак, Лолита, давайте поговорим о том, как проходит сбор помощи, кто участвует в этом сборе и почему национальный корпус одним из первых отозвался на призыв помочь людям? Значит так, сбор помощи проходит с самого утра. Буквально где-то в 11-12 часов, приблизительно, я не помню, мы выставили пост в социальной сети Facebook о том, что вот проходит сбор помощи. Мы указали адрес, контактные телефоны. И уже через час к нам начали поступать звонки от жителей, от одесситов, от волонтеров о том, что вот будет помощь, вот мы приедем, то есть куда ехать, что нести нужно, ну что в приоритете. Вот, ну там кто вечером, кто днем, то есть как бы помощь активно собирается до сих пор. Почему национальный корпус выступил по сути инициатором этой сбора помощи? Ну, национальный корпус как и... Как это не в Одессе происходит? Да, не в Одессе, но наша задача защищать народ Украины в любой ситуации, в которую бы они не попали. Эта ситуация не есть исключением. То есть все происходит по такому же сценарию, как и в прошлый раз весной в Балаклии. То есть мы скооперировались, мы недолго думая, не ожидая команд сверху, то есть мы скооперировались, поехали и начали помогать активно. По всей Украине открылись центры сбора помощи, а активисты с Киева отправились уже ночью туда в помощь для эвакуации людей. Не знаю, что и другие организации к вам присоединились, что это за организация? Да, конечно, это организация «Уличный фронт», также волонтеры, которые решили не называть себя. То есть это какие-то меценаты, которые называют себя и дают что-то, или они участвуют как волонтеры какими-то действиями, но при этом не афишируются? Да, у них нет определенной никакой организации, это просто люди, сами по себе. Настоящий Унин, сколько, не знаю, тонн машин, чем вы меряете помощь, которую удалось собрать? Я бы сказала, небольшой бусик, собранный уже помощи. То есть если днем еще было так... Когда он будет на месте, этот бус, когда он приедет? Завтра, ориентировочно в обед, мы отправляемся уже туда на место. Сколько займет дорога, и каким образом будет распределяться эта помощь? Я думаю, дорога займет не больше пяти часов. Эта помощь будет, там уже работает мобилизационный пункт национального корпуса, который разбили уже ночью, и мы непосредственно туда на пункт отвозим, они уже будут распределять, то есть как бы по разным точкам, пунктам обогрева и так далее. Что уже удалось собрать? Уже удалось собрать много теплых одеял, матрасы, постельное белье, чтобы было комфортнее перебывание, также еда, это крупы. То есть не скоропортящиеся? Да, конечно, не скоропортящиеся продукты. Средства личной гигиены также, да. На сегодняшний момент что еще необходимо, и куда, собственно, люди могут приносить эту помощь, к кому обращаться? Сейчас необходимы медикаменты, а в частности от ожогов средства, это пантенол и так далее, потому что кто попал, кто ранен и так далее. А есть данные о том, что необходимы именно эти препараты? Да, есть данные от нашего мобилизационного пункта, который находится непосредственно в эпицентре событий. То есть они передают нам список, а мы уже говорим, что действительно нужно. То есть это все по данным, которые прислали оттуда. Сейчас необходимо, как я сказала, медикаменты, в частности от ожогов, теплое одеяло, вода, еда. Ну, тоже не скоропортящие продукты. Ну, обычно в таких ситуациях, когда организовываются штабы по сбору помощи, подключаются и местные власти, будь то городские или областные, есть ли у вас какое-то взаимодействие? Нет. К вам не обращались, давайте объединимся, и, соответственно, вы не обращались за помощью? Нет, мы не обращались за помощью. Ну, как, дали клич в социальные сети, то есть дали по волонтерам, по знакомым, но никаким городским властям мы не отменяли. То есть впечатление, что вы специально отделились от существующей, настоящей у нас системы государственной, или так получилось? Нет, мы не отделялись, мы просто собрались, кооперировались и делали свое дело. Мы никого не ждали, ни от кого, как бы, насильно никого не тянули за уши, так сказать. Если есть желание и возможность, то вот наш телефон, канатная 79, мы работаем круглосуточно, мы целый день на ногах, то есть и всю ночь будет, поэтому, пожалуйста, мы только рады. До какого момента будет собираться помощь? До утра. До какого времени? 9, 10 утра, 7 утра? До 10 утра, да. До 10 утра, потом все это формируется и, собственно, отправляется? Да, отформироваться, да, и отправляться непосредственно. Но есть ситуация, ситуация сегодня такова, что в Одесском регионе тоже есть склады, где находятся боеприпасы. Ваша организация, я имею в виду национальный корпус, в виду того, что за последнее время происходит в Украине с такими складами, не будет инициировать, возможно, какую-то группу создавать, обращаться в профильные структуры для того, чтобы проверить, нет ли там каких-то нарушений, чтобы Одесса не оказалась таким эпицентром, как сегодня в Виннице? На данный момент это все разрабатывается нашим штабом, мне эта информация неизвестна. Как будет известно, мы сразу же сообщим, как будут какие-то действия или письма, или обращения и так далее, это все будет известно общественности. Лолита, мы благодарим вас за то, что, во-первых, нашли возможность прийти сегодня к нам после тяжелого дня, во-вторых, успехов в вашем нелегком деле. Приятно слышать, что одесситы отзываются на первый же призыв о помощи своим соседям по стране. Благодарим вас. Спасибо. Лолита Креницкая, активистка национального корпуса АЗОВ, была нашим гостем. Прервемся на несколько минут, после продолжим говорить о событиях в Калиновке. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно.